Уж полночь близится, а транспорта все нет. С такой проблемой, вероятно, сталкивался практически каждый житель Рязани. С наступлением темноты транспортный поток редеет, и доехать до своего дома становится все сложнее. К сожалению, за последнее время в нашем городе появился только один новый маршрут. Это автобус номер 10, который соединяет три самых отдаленных точки города – Борки, Михайловское шоссе и поселок Мехзавода. Жители последнего неоднократно жаловались на то, что им сложно добраться до своего родного дома. Проблема нашего поселка состоит в том, что после 10 часов у нас невозможно уехать к нам на поселок Мехзавод с любой остановки. Потому что транспорт, 77 маршрутка, 62 практически у нас ходит только до 10 часов. 62 вообще до 9 часов. Поэтому к нам можно приехать только на 20 автобусе, который тоже не всегда ходит. Автобус впервые вышел на свой маршрут 23 октября, в понедельник. Сейчас их только два. И, к сожалению, проблему некоторых жителей поселка Мехзавода он не решает. Режим работы нового автобуса 12-часовой, то есть с 7 утра до 7 вечера. Маршрут сейчас проходит накатку. То есть при дальнейшем, то есть его есть экономической составляющей достойной будет добавлено количество единиц. Если же маршрут останется просто социальным, то будут предприняты попытки подстроиться под режим работы основных предприятий, и притягивающих пассажиров – это школы, детские сады, больницы, заводы, военные учреждения, которые находятся на пути следования маршрута. Поэтому сейчас собираем только пожелания пассажиров. Выход на маршрут новых транспортных средств, уменьшение интервалов и увеличение работы часов возможно только в том случае, если маршрут будет востребован. Остальные изменения общественного транспорта в городе касаются в основном продления уже существующих маршрутов. Из наиболее таких существенных можно было бы выделить продление 4-го автобуса до ТРЦ М5 МОЛ, продление 17-го троллейбуса до завода «Рясцветмет», организация заезда 17-го автобуса к гипермаркету «Лента», продление коммерческого автобусного маршрута 58М2 до Новорязанской ТЭЦ, ну и продление 90М2 маршрута коммерческого до нефтезавода. Сказались изменения и на частоте прихода общественного транспорта. Например, 17-му троллейбусу увеличили маршрут, но на рейс машин не добавили. Это скорее исключение из правил. В остальных же случаях добавляли новые транспортные средства. В настоящее время, чтобы появился новый маршрут, должно быть учтено очень много факторов. Это и быстрое развитие улично-дорожной сети города, и оснащение объектами транспортной инфраструктуры. Сейчас ситуация с улично-дорожной сетью в городе такова, что большая часть улиц, которые соответствуют требованиям по работе пассажирского транспорта, уже загружены пассажирским транспортом. А на некоторых улицах, особенно центральных, эта загрузка уже близка к критической. Поэтому при действующей улично-дорожной сети резервы для оптимизации маршрутной сети, для создания каких-то кардинально новых маршрутов, они почти исчерпаны. Можно говорить только об улучшении уже действующих маршрутов. Огромную роль в появлении новых маршрутов играет экономический аспект. То есть он должен быть рентабельным. Мнение граждан тоже учитывается. Любой житель может отправить заявку на появление нового маршрута. Образец есть и в постановлении администрации города. Номер 4351 от 21 августа 2012 года. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».